13 претендентов на статус лучшего сотрудника пропаганды за заветной наградой прибыли в пограничный Брест. На протяжении двух дней они демонстрировали свои навыки в рамках большого количества испытаний, каждая из которых – пример ежедневной работы. Самое главное – обмен опытом, очень огромный. То есть, с разных районов участвуют представители, друг на друга смотрят, ответственные к этому подходят, только одни положительные моменты. И вообще, в органах подразделениях по чрезвычайным ситуациям сейчас широко развита практика проводить такие конкурсы по всем видам специальностей. Работа инспекторов пропаганды для Министерства по чрезвычайным ситуациям – один из важных сегментов деятельности ведомства. Эти сотрудники работают на мероприятиях разного формата, выступают в трудовых коллективах и учебных заведениях, проводят профилактические праздники на местах, посещают вместе со спасателями те категории граждан, которые нуждаются в особой заботе и поддержке. Все специальности достаточно сложные, ну и достаточно простые, если хорошо владеешь всеми формами и методами, которые можно применять в своей деятельности. Что касается пропаганды, это одно из самых таких серьезных направлений, на наш взгляд, которое в зависимости от теперешней оперативной обстановки позволяет повлиять на положительный результат, предупредить о мгновении пожаров, гибели людей от них. Говоря о конкурсе, стоит отметить, что проводя эти испытания, организаторы стараются учесть не только соревновательную составляющую. По итогам каждого этапа проходило открытое обсуждение, в рамках которого любой участник смог лично оценить уровень работы коллег, а также задать вопросы экспертам, членам жюри. Очень конкурс понравился, узнала очень много интересного. Конечно, очень интересно понаблюдать за своими коллегами, действительно посмотреть, каким образом они подходят к решению каких-либо вопросов. Поэтому считаю, что данные конкурсы необходимо проводить ежегодно. Мы выступаем очень много, очень часто, аудитория примерно всегда одинаковая, школьники, дошкольники, трудовые коллективы. Интересно посмотреть со стороны, как делает это кто-то другой, видеть новые формы, методы работы. Рассказываем о нюансах своей нелегкой профессии, потому что приходится общаться очень часто с людьми разными. Однако конкурс есть конкурс. Из 13 финалистов в 2018-м статус лучшего работника пропаганды получила брещанка Екатерина Газиева. Именно она представит нашу область на республиканском этапе конкурса, который пройдет уже совсем скоро. Редактор субтитров А.Семкин